Музыка Либеральное правительство Онтарио вместе с министром образования Лиз Сэндлс обновили провинциальную программу по секс-обучению. Некоторые поддерживают эту идею, а некоторые яро выражают протест. Чего же многие родители так опасаются? Начиная с 4 класса и выше, новая учебная программа будет касаться таких тем, как различие полов и мастурбация. Дети в 7 и 8 классе будут обсуждать контрацепцию, анальный и оральный секс, предотвращение беременности и инфекции, передаваемые половых путем. Сегодня же мы спросим родителей, что же они думают по поводу нового секс-обучения. В каком возрасте или в каком классе вы бы хотели, чтобы ваш ребенок узнал про секс и соответствующие темы? Наверное, класс 5, но именно так углубленно изучать. Да, в 5. Люди начинают заниматься сексом все раньше и раньше, поэтому они должны знать об этом. Хотели бы вы лично поговорить об этом с ребенком или позволили учителям объяснить? В общем, мы вырастили 5 детей сами и мы самостоятельно объясняли тему секса. И не помешало бы, если бы это было в школе тоже. Я бы сказал оба варианта. Да, и родители учителя. В каком возрасте или в каком классе вы бы хотели, чтобы ваш ребенок узнал про секс и соответствующие темы? В классе 4, 5, 6. Примерно 2 класс, наверное. Каково ваше отношение к новой секс-образовательной программе? Честно говоря, это ужасно. Это неправильно, это отвратительно. Я был изнасилован, будучи ребенком, и учить детей этому, это будет капец, ребята. Это очень негативно влияет на детскую психику. В каком возрасте или в каком классе вы бы хотели, чтобы ваш ребенок узнал про секс? Ближе к концу школы, когда они пойдут в колледж. Хотели бы вы лично поговорить об этом с ребенком, или позволили учителям объяснить? Я бы лучше ТТТ обсуждал это со своим ребенком, чем позволять какому-то постороннему человеку, которого я никогда в глаза не видел, преподавать такое деликатное моему ребенку. Как по мне, если это будет преподаваться в школе, то должны быть определенные нормы, знаете? Например, я не знаю, я, наверное, просто не хочу с этим справляться, или обсуждать это с моими детьми. Но, конечно, существует способ, выгодный как для родителей, так и для их детей. Каково ваше отношение к новой сексообразовательной программе? Мне кажется, это очень важно. Я думаю, что дети в нашем обществе, в больших городах особенно, конечно же, должны знать о том, что происходит с разными людьми из разных сообществ или стран. Сейчас в школах не учат, в четвертом классе о анальном сексе или мастурбации, и что-то похожее на это, несомненно. Детская психика очень чувствительна к таким темам, но дети рано или поздно узнают о таких вещах. Поэтому это очень хорошо, что есть подобного рода регламенты. Таким образом, дети получают эти знания от доверяемого источника. Как вы относитесь к новой программе секс-обучения? Это что-то другое. То, что будет шокировать людей. Но в то же время мы это в любом случае узнаем. Если вы засунете это в школу, хотя бы все будут одинаково осведомлены. По крайней мере, информация, которая передается через соцсети, интернет, друзья. Дети все равно к этому придут. Каково ваше отношение к новой секс-образовательной программе? Мэм, мне кажется, это тревожно. Детям и так хватает, чтобы поучить в школе. Чтение, письмо, историю. Мне кажется, секс это то, что дома надо обсуждать, а не в школе. В каком возрасте или в каком классе вы бы хотели, чтобы ваш ребенок узнал про секс? Как только я и моя жена почувствуют, что настало время. И это произойдет в конце средней школы. Большинство родителей нейтрально относятся к новой программе секс-обучения. Однако некоторые из них выразили обеспокоенность вопросом качества и соблюдения моральных рамок предоставляемого контента. Когда министр образования Лиз Сэндлс представила эту программу в феврале этого года, она настояла, чтобы программа была уже введена в сентябре 2015 года. Так кто же лучше знает, как лучше воспитывать детей? Министерство образования или же родители? Поделитесь своим мнением под этим видео. Специально для Микс ТВ Алена Садовская, Торонто. Пока!